А я, короче, как я похудел. Я тебе сейчас похожу. Хотя, откуда ты знаешь, как Юлька похудел? Юлька у меня и так всегда стройная была. А я вот раздождался. Глянь, какой я стройный торт собрал. Ну, в общем, смотри, как бы в планах, конечно, голода 14 дней у нас не было. Было 10. Я тебе показываю? А Юлька вообще скинула килограмм 10 за это время. Ну, еще за два дня она берет обратно. Как только есть, начнет. Короче, у меня, знаешь, теория родилась новая. Не, мы еще не ели. Сейчас этот ананас едим, сразу, наверное, этот вернется или уйдет за торможенность. Короче, третий раз голодаем и в теплом месте. Один раз я голодал в Иране. И вот два раза мы здесь. Мы здесь с Юлькой тоже один раз голодали 7 дней. Я не знаю, почему-то в теплом климате очень тяжело голодать. Смотрю, у меня теория. Это все по этому, по гео, короче, привязке. В теплом климате еда исчезнет и не может. Она здесь круглый год. И поэтому у организма нет такой функции, короче, пережидать всю эту хрень. И знаешь, вот обычно бывает там на голодании, думаешь, да вот сейчас там второй, третий день, там второе дыхание начнется. Короче, здесь не началось никакого второго дыхания. Как в первый день стало тяжело и все. Короче, я там в кресле почти как в позе медитации просидел неделю. Никакого второго дыхания. Никакого кайфа. Ничего приятного, вообще ничего позитивного. Знаете, иногда спрашивают, на хрена ты голодаешь? Понимаешь, мы просто с Юлькой наркоманы. Ну, я наркоман, Юлька наркомана. Вот знаешь, фен когда-нибудь пробовал, вот вроде тебе все хорошо, а потом куяк попробовал, фен еще лучше. А теперь смотри, я тут целую неделю хреново, а сейчас ты ананас ешь, и тебе этот ананас будет таким ништяковым казаться, что... Знаешь, то удовольствие, которое ты когда-то получал от любых наркотиков, просто пыль, короче. Еще скажи, что ты про кшалану пробовал. А, знаешь, что про кшалану пробовал. Мне что-то, короче, мне не зашло. В общем, знаешь, я раньше очистку пару раз делал. Вот летом мы с Юлькой делали в Марике. Вот летом семь дней. Ты знаешь, вот бывает такой момент, когда ты семь дней голодаешь и на седьмой день думаешь, а может еще семь. Иногда такое бывает, вот здесь такого не было. Вот. И летом мы сульфат магния пили. Он, в общем, прочищает не только кишечник, он там и печень, и желчный, и всю херню. Но здесь мы не нашли. Вроде бы посмотрели в интернете. Ну, короче, не было. Ну, там клизмач, клизмачом, я-то клизму все... Ну, как пили, единоразовый. Ну, да, единоразовый. Сейчас выпаду. Июль нарезай на нас. Прокшелан, в общем. Не знаю, мне не понравилось. Не в том, что, допустим, у меня, как бы, ну, сделают этот солевой раствор. Это, по-моему, у меня уже третий стакан, когда я выпил. А может, еще даже не выпил. Или второй. Нет, по-моему, два стакана, притом я не полных стаканов, я именно по 200 миллилитров себе наливал. Не больше. То есть, на третий стакан у меня уже, в общем, соленая вода пошла. Ну, все-таки упражнения йоговские там. Ё-моё, хочешь там. Тут прижми, там прижми, ну, чтоб соленая вода пошла. Во-первых, это соль. Блядь, на следующий день ебало опухло. Ты не представляешь, на что это было похоже. Вот. Ну, и я не знаю, как будет. Ну, и не то, что хочу раскритиковать. Я просто знаю, сколько вообще из организма может выйти. А тут, получается, там полтора или два литра водички выпил, и вода уже такая, хлоп-хлоп, и почти чистая пошла. Что за бредник? Просто для человека, который знает, сколько говна внутри находится, никогда в жизни в это не поверю. А потом я через несколько дней клизмач сделал, там такая черень пошла. Поэтому, ну, не знаю, мне как бы кажется, паркшалан это, ну, может, для любителей йоги, там, просветления и всяких херенов, я просто этим не страдаю. Может быть, это прикольная штука, там, чакры открыть, каналы с космосом. Ну, когда ты сам космос, тебе уже никакие каналы не нужны. Все, ну, короче, хаус.